Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мы с сыном жили вдвоем почти 4 года после расставания с его мамой. В это время мне приходил сын уговаривать писать и общаться с мамой. Но неожиданно для меня, в 13,5 лет он сбежал к своей матрике, где живет также и с ее родителями. И еще год не хочет даже встретиться и поговорить со мной. Они поменяли мне даже номер телефона, его мама и ее родители очень негативно ко мне настроены, обвиняя меня, что я отобрал сына в матри. У них понимание, что я должен был насильно, как игрушку передать своего 9-летнего ребенка, матерь для них абсолютно неважно его мнению. Сейчас я не понимаю, как мне наладить отношения с сыном не хочет со мной говорить, убегает от меня и при этом ему уже 14 лет. Я не понимаю, чем я так сильно обидел своего сына. Ну, ага, если не понимаете вы, чем так сильно вы обидели своего сына, то, в принципе, вряд ли можно понять и мы прямо сейчас. Да, потому что информации достаточно мало. Но дети, как правило, являются отражением своих родителей. Если вы чувствуете вот некоторое время, которое вот чувствуется, ну вот, в вашем описании, то ребенку, в принципе, чувство вины могло передаться, вот, совершенно спокойно, вот, совершенно нормально и естественно. То есть сложно заметить, какие у вас вот числа есть, к ребенку, к его маме и так далее, вот. Ребенок, скорее всего, обращает именно вот то, что вы сами чувствуете. Поэтому вам в первую очередь нужно разобраться со своими чувствами, вот. Аааа, в чувствах с ребенком, как бы, у вас все наладится постепенно. Расставание родителей для любого ребенка довольно драматично и тяжело. Вот. Тяжело всегда, так или иначе. Ну, и то, что ребенок мечется, что от вас, что от мамы. Вот это может быть, скорее всего, его обиды и его месть, вот, непонимание, как бы, того, что происходит. Того, что происходит. Самым лучшим для вас вариантом будет, если вы с мамой вместе, вот, обратитесь к психологу, вот, и разберете. Вот эти проблемы, которые, ну, вот, вас беспокоят. Например, например, да, как бы, прямо вместе вот с ребенком, вот, прямо вместе с ним, вот это, могло бы помочь вам, очень существенно, вот, то есть можно вот прямо онлайн, да, прямо онлайн, онлайн, это можно сделать прямо онлайн, обратиться и поговорить. Ну, сначала, конечно, разобраться в себе в ваших чувствах, разделить, разрешать. Сейчас у вас, как мне кажется, всего намешено, очень много всего намешено. Ну, вот, у меня, и, ну, разобраться, ну, вот, и что-то еще, вот, то есть это очень важно сначала. Ну, такой, очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Ну, вот, ну, вот, в принципе, наверное, пока что все. Ну, все, что, ну, пока что можно вам, наверное, в качестве обратных связи делать сейчас. Ну, вот, 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 вот. Достаточно мало, повторюсь, информации вы предоставили о себе, я имею ввиду. Значит, вот вы пишете, мне приходилось уговаривать сыне, кстати, общаться с мамой. Зачем? Ну, то есть. Зачем уговаривать своего сына, писать и общаться с мамой? Как бы, ну, ну. Для чего? Эм, чтобы сто. Вот. То есть, ну, фельдккк. Вау. Понимаете? Вот. Сейчас, сейчас, сейчас вы говорите, что, например, хотите, там, встретиться. Ну, с ребенком, да, поговорите. Тогда. Вот. То, тоже, вот, как мне кажется, ну, определитесь немножечко с целью, как бы. То есть, вот, именно цель-то, какая у вас. То есть, что вы хотите ребенку сказать? Что вы хотите ребенку, ну, вообще, донести? Да? Ну, на что ему, как бы, ну, рассчитывать, да? Вот. А то, пока, вот, я бы сказал, что не совсем этот момент понятен. Вот. А я не к тому, что вы какой-то плохой, а я просто к тому, что, ну, мотивы, мотивы ваших действий, вот, именно, мотивы ваших действий, они как-то вот, к сожалению, ну, я боюсь. Пока не есть. Вот. А очень, очень важно, понимать это, хотел бы вам самому. То есть, мне-то что нужно, в самом деле, вот, у меня какие чувства, вот, к, ну, к ребенку, там, к маме, да, и так далее, к маме. И я имею в виду, ребенок. Вот. То есть, вот эти вот моменты, ну, мне-то, мне кажется, нужно как-то вот поисследовать несколько, чтобы вы как-то несколько, ну, лучше, вот, ориентировались в себе, чтобы вы лучше понимали, чего вам хочется, вот, и так далее. Вот. А сейчас, ну, вот, пока что, на данный момент, ну, вот, нельзя сказать, что вы понимаете. Вот. Вот. И отсюда, как мне кажется, возникает всякого рода сложности, проблемы, недопонимания. Вот. Вот. То есть, ребенок, он чего хочет? Он хочет опоры, он хочет безопасности, он хочет некой такой определенности, вот, уверенности. на мой взгляд, в корее нет, в корее не получает, вот, чем, чем получает, вот. Вот. Понимаете, да? Я испугал. Поэтому. Эм. Крайне. Ладно. Вам. на эти вещи. Обращать внимание. Вот. Крайне важно вам на эти вещи, как бы, смотреть. И, в первую очередь, уделять внимание, кому. самому, самому, самому себе. Вот. Понимаете, вот, что важно. В первую очередь, уделять внимание, именно самому себе, то есть, ээээ tense, позаботиться о себе. Вот. Вы говорите, например, что им плевать на него, а я вам верю, что им плевать на него. Я вам верю, но если вы о себе сами не заботитесь, то очень сложно проработиться и о рыбе на карбоне, когда всегда почувствовать. И в итоге ответить вам соответствующим каким-то моделям поведения, скажем так. Вот поэтому, что-то можно вам такой ответ дать. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! И обязательно рассмотрите для себя возможность психотерапии. Выберите форму, которая вам придет и начинает. Начинает.